День Тверской книги. Мероприятие по таким названиям состоялось в четверг в Доме русского зарубежья в Москве. Оно собрало как наших земляков, которые проживают в столице, так и писателей Верхней Волжьи, чьи книги вышли в свет за последние два года. Подробности у Романа Быкова. День Тверской книги прошел в столице уже в 16-й раз. На своей площадке он объединяет писателей и уроженцев нашего региона. Кроме того, традиционно мероприятия посещают политики или наши земляки, что прославили Верхние Волжья. В этом году это герой СВО, сенатор Людмила Скаковская. Своё приветствие направил губернатор Игорь Руденя. Уверен, что мероприятие запомнится всем участникам, насыщенной программой, интересным общением, станет импульсом для реализации новых проектов, нецелевых, нацеленных на сбережение и преумножение выдающихся литературных традиций Тверского края и всей России. Желаю вам хорошего настроения, ярких впечатлений, всего самого доброго. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Традиционно организатором выступает Ассоциация Тверских землячеств. Она объединяет выходцев из Верхней Волжья, которые внесли большой вклад в развитие России. Среди них и генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов. Он представил свою очередную книгу. На сей раз она посвящена его альмаматор – Калининскому Суворовскому училищу. Книг про Суворовское училище, тем более прородное, ну, скажем, несколько. Все пишут от души. А вот такой вот системного взгляда на историю Калининского, ныне Тверского Суворовского училища, наверное, не было. День Тверской книги, среди прочего, несет еще и просветительскую функцию. В этом убежден соавтор работы об Алексее Моресеве, Михаил Садовников. Он отметил, что сейчас даже военные не всегда что-то знают о героях былых времен. На встрече с личным составом Камышинской бригады воздушно-десантных войск я решил задать вопрос и пойти от обратного. Не рассказывать подвиг его, не пересказывать подвиг Моресева, а задать вопрос, а вообще летчикам, кто читал вообще повесть о настоящем человеке? Из 400 человек личного состава не подняли ни одной руки. Кроме литературных вопросов, участники Дня Тверской книги поговорили и на другие темы. О демографической ситуации в Верхней Волже, о поддержке землячеством бойцов СВО. Ведь среди них, как известно, немало жителей нашего региона.